Суровый триммер не щадит ни один сорняк. Из-под звенящих прутьев летят одуванчики, клевер, молочай и другие сорные травы. Рабочие приводят в порядок улицу Аэродромная. Каждый день на покос травы от МБУ Советского района выходят шесть бригад. В каждой шесть-семь косарей и сборщики скошенных сорняков. От ненужной травы избавили уже пятую часть территории района. Работы впереди много. Трава в теплую дождливую погоду растет стремительно. Каждый день сотрудники отдела ЖКХ объезжают территорию, обозначают проблемные участки. Район большой, много пустырей. За бесхозные участки ответственность теперь несут администрации районов. Прорабатываем вопрос по увеличению количества бригад, по закупке дополнительной техники, триммеров, для того, чтобы справиться с интенсивно растущей травой. С травой борются совместными усилиями районные администрации, управляющие компанией, муниципальные предприятия. Нерадивых исполнителей муниципальных задач привлекает к административной ответственности. Помогают в борьбе с сорняками и сами жители, активисты и управляющие микрорайонов. В Октябрьском районе за своим двором жители второго дома по улице Осипенко следят тщательно. Сорняки скошены, разбиты цветники. Буквально в двух метрах от двора территория бесхозная. Здесь буйным цветом растет сорная трава. Чтобы привести всю территорию Октябрьского района в порядок, а это 120 тысяч квадратных метров, в районе создано специальное муниципальное учреждение. Ежедневно на покос травы выходят четыре бригады. С начала сезона обкосили всю территорию, пошли на второй круг. Помимо бесхозных участков не забывают и про дворы, и территорию вдоль дорог. Администрация контролирует территории, которые обслуживают управляющие компании, муниципальные предприятия и также объекты потребительского рынка. Погода вносит свои коррективы в том плане, что прерываемся только на то время, когда идет дождь. Сейчас в городе остается 9 процентов дворов, которые еще не привели в порядок. Как проводят работу, в ближайшее время проверят инспекторы ГАТИ. По информации административно-технической инспекции, в департамент городского хозяйства предоставляют неточные данные. Теперь потребовать от управляющих компаний вовремя приводить в порядок подведомственную территорию районам будет проще. Губернская дума вернула административным комиссиям право штрафовать нарушителей правил благоустройства. Размер штрафа составляет до 2 тысяч для граждан, до 6 тысяч для должностных лиц и до 10 тысяч рублей для юридических лиц.